всем привет скетчбокс боюсь что один из последних потому что у нас я не знаю кто это придумал то ли это придумала таможня то ли это придумали наши чудесные правительства блин надо его нахрен блин не зря голосовала за другую партию не скажу за какую козлы вонючие короче я теперь должна за каждую посылку из не из европы платить 6 евро дополнительно за то что таможенный сбор я плачу на почте а не на таможне короче это охренеть просто просто сделано все для того чтобы люди не покупали за границей не понимаю кому это выгодно нахрена это делать вот нахрена правда то есть раньше было разрешено все посылки до 20 по 5 что ли или 4 но там разные страны по-разному было или 22 евро без таможни можно было заказывать то есть если содержимое посылки меньше стоит меньше чем 22 евро допустим то не нужно было платить таможню соответственно просто только только за пересылку плачь сейчас они это отменили теперь за любую посылку нужно платить таможенный сбор то есть за то чтобы мне заплатить 2 евро вот за этот таможенный сбор за эту посылку с меня берут час 6 евро за то что я делаю это на почте а не в таможне чё это блин такое я вообще просто настолько мне это вывесило из на какой дебил придумал этот закон то есть дебильные законы делать не придумают не только в россии германии тоже и вот реально я бы расстреляла того козла который это придумал все теперь давайте смотреть теперь это так теперь переходим к приятной части приятной части видео коробочки так это инктобер я поняла сейчас у нас инктобер идет так это у нас принстон очередная классная кисточка вот блин меня так рука не поднимается отменить подписку потому что где еще я возьму кисточки принстон они американские это американская фирма они мне так дико нравится вообще обожаю кисточки принстон они всякие классные так спамить не будем спойлерить вернее так это что у нас за актерен сенту процентов литерингов short award creating похожа на какую-то на гладкую акварельную бумагу ровン ведь скрип естественно акварельную племиум готон-митрий падал витерик акварельное хлопковая бумажка это наверное хлопок ахеем какую-то очень гладенькая ладно валюта у нас еще о чернила чернила нет нет на заднем плане вопли сына и и коты скачут как два коня так что не обращайте внимание я ничего не могу с этим сделать так тут у нас такая вот классная штучка ух ты ешь класс что-то китайская опять ой да такие я люблю все так ой вот эту кстати я давно хотел мне такая была я ее отдала дочке и потом она она у нее закончат по моему или чё не знаю короче это синенькая общая на чернику хочу так что у нас тут 08 джели ролл и faba castell 2 вот это мне вообще принципе не надо карандаш так о скромно будет уже целая коллекция вот таких вот таких вот имков это у нас какой-то кто это купфер а этот медь да и и все как бы а и вот здесь такая наклеечка ну в общем сильно накладно получается его теперь заказывать этот скетчбокс так что это к сожалению один из последних наверное я скоро все таки наверно до конца года еще дотерплю а потом отменю подписку ну потому что это трындец какой-то вообще ну то посмотрим короче я прям мучаюсь с одной стороны меня будет жаба а с другой стороны меня борет мое нескончаемое любопытство и любовь к новым материалам так что я не знаю кто победит посмотрим так давайте попробуем на гладенькой бумажке растут гладенькая бумажка эту бумажку мне жаль скина хлопковая попробуем что это такое у нас какой цвет классненький ухты прикольно это это самое чернила это имк это я люблю прям так вот это у нас черненькие ой тоже такой же как этот браш а это классно а с другой стороны у нас он тоненький у вот это вообще классный все он сразу поедет в мою походного мой походный набор вот этот после того как я отчет нибудь им нарисую поедет разу походный набор так но это у нас джели ролл понятно сверху наверняка будет рисовать на чудом пока отказывается почему он не хочет сверху рисовать потому что еще не высохла надо нажать пока высохнет наверно так хорошо но с карандашом все понятно это обычный карандаш 2h фаба костел а это у нас наверняка блестященькая течь мы разболтаем а это наверное черная это подозревать да черная так водичка у меня где-то была секундочку вот сейчас попробуем класс и прикольно чиженосных табер надо круг табер чего-нибудь нарисовать но я как всегда какую-нибудь портретик нарисую выше меня знаете ой странный цвет в принципе прикольный между прочим он наверно будет черным прекрасно смешивать на и такое подозрение да знаете как классно смешивается с черным это каждая бумажка не для того чтобы особо водой ну вот на хлопково будет конечно прикольно так что я постараюсь что-нибудь интересно изобразить но кисточку я наверняка еще какую возьму потому что это не сто процентов не хватит кисточки она слишком широкая какие-то мелкие вещи ей как бы а хотя вот для этого есть вот эти две тоненькие от синенькая же еще есть вот давайте еще синенькую кстати да цвета кстати прекрасно друг другу подходит видите как тура палитра прям елена ну с черным как бы все понятно и белый в этот раз мне прям нравится палитра вот то что они придумали класс карандашными не знаю типа для предварительного рисунка да почему тот твердый я не очень люблю твердый карандаш и ну ладно видимо что бумагу сильно не это самое травмировать ну вот те кто давит на карандаш я как бы не давлю в общем вот так что ничего не порисуем не уходите сейчас все будет но сейчас как обычно speed paint и во время speed paint и немножечко поболтаю с вами о том еще я заранее извиняюсь за свой немножечко охрипший голос я просто тут заболела эту неделю все проболела первые два дня все пластом лежала что-то какая-то неведомая холь поразила не ковидло нет у нас тут я живу в германии у нас тут при любом чихе тебя сразу раз 10 проверяет поэтому как бы тут сложно пропустить поэтому статистике например германии можно доверять на сто процентов потому что у нас надо реально столько проверяют детей каждые два дня в школе тестируют каждый второй день всех всех детей даже маленьких от моей дочки 6 лет и каждые два дня тестируют на корону так что в общем вот так вот этого мне россия вот не разнакомые друзья рассказывали как там все происходит это просто конечно ужасно ну ладно сейчас не об этом у меня канал не политический так что как бы там ни было я просто очень скучаю по друзьям из россии и жду когда же там перестанет свирепствовать ковидло чтобы наконец-то съездить ко всем в гости конечно я очень переживаю за своих друзей которые там живут что не дай бог они заболеют и ой господи даже думать страшно короче будем надеяться что все будет хорошо остается только надеяться что ждет ну а я вам сейчас расскажу немножечко про материал который я сейчас использовала тестировала вернее то я первый раз такую штуку и рисовала естественно каждый раз участвовал почему я забыть и коробочки заказываю потому что мне нравится тестировать новые материалы очень удобно что они там уже собирают те материалы которые ксик друг другу очень может и не очень но подходит по крайней мере да то есть самому надо было бы искать смотреть на потом все но можно что-то пропустить и поэтому мне нравятся вот эти вот рассылки у меня в комментариях кто-то спросил что за коробочка где такие взять я как в описании каждому видео я пишу всегда что это за коробочка как она называется и где можно заказать посмотрите пожалуйста в описании под видео там есть ссылочка на сайт если это скетчбокс то скетчбокса скралбокс это скралбокс апгрейт апгрейт короче я всегда пишу что это такое где можно такое заказать ну а там уже нужно смотреть доставляют ли это в вашу страну кто-то писал что вроде как скетчбокс в россии не доставляют я не знаю я не смотрела то есть посмотрите там все написано по-английски но как бы можно же у вас у всех есть google можно перевести в google и как бы это сейчас данным в наше время абсолютно не проблема а к этим материалам то есть мне в работе очень очень понравилась вот это вот тушь единственное я не смогла вот на этой бумаге она как-то не очень хорошо расползалась честно говоря ну по крайней мере недостаточно хорошо не настолько насколько мне бы хотелось она как-то слишком быстро засыхала и бумагу до всех вот так впитывалась и из-за этого мне не удавалось ее вовремя растушевать поэтому на такой где такие получились очень вот особенно в нос вот на носу видно это очень сильно прям такие получились линии слишком яркие так не должно быть да на носу короче очень сложно оказалось для меня работать этим материалом ну безумно интересно мне сильно очень понравилось вы видите какой у нас стран получается но в принципе она очень хорошо просто раз Object sav bald так� escolодилась ланд rocks такие прим красивые переливы мне очень понравился цвет такой такое прям тепленький такой немножечко с переливом вот сейчас видно вот когда он смотришь на свет он немножечко так переливается красивый цвет вот этой души он такой немножко в коричневую сторону черный тёплый чёрный теплый глубокий черный и Raoshavor и такой немножечко переливается мне безумно понравилась Надо будет еще попробовать очень интересный материал, может быть, что-то другое им прессовать. Но я все больше и больше люблю портреты, и, похоже, я буду все-таки себя концентрировать на портретах как художник. Мне очень нравятся люди. Люди для меня самые интересные. Я могу сидеть часами, вырисовывать носы, все черты лица, рассматривать, разглядывать. Короче, для меня это совершенно не напряженно. Мне это нравится, меня вызывает это просто... Я не знаю, я как будто куда-то в космос улетаю и сижу, медитирую. Для меня это как-то средне медитации. То есть пейзажи, они мне тоже нравятся, но не так. Все-таки я склоняюсь, наверное, к портретам. Я все еще ищу себя, конечно. Но мне также очень нравится рисовать натюрморты, например. Особенно какие-то интересные, где есть отражения на воде или на каком-то прозрачном таком. Например, есть картина, которую я недавно написала. Пастелью, правда, мне так понравилось фото. И даже более того, я два фото скрестила в фотошопе и с этого написала картину. Там немножечко еще кое-что подделала, под правила в плане цветов. И мне так понравилось, что получилось. Так что я еще буду, наверное, дальше в этом направлении экспериментировать. Мне очень нравится работать с отражением. Вот сейчас это для меня вот как бы интересно. И мне нравится очень отражение человека в зеркале. У меня есть еще парочка фотографий. Моей дочке, например, как она в зеркало смотрится. Потом еще какой-то ребенок в зеркало смотрится. Я в интернете просто нашла. И я хочу на основании этих фото сделать такие тоже какие-нибудь интересные работы. Так что, возможно, в будущем я вам покажу. И, кстати, сейчас закончилась выставка. Я забыла совсем сказать. У меня была выставка, точнее, у меня, а я участвовала в выставке. Сказала, блин, у меня. Я участвовала в выставке, в которой участвовала не только я, а еще там около шести художников. Моих картин там было семь на выставке. И первая живая выставка за время после всего этого ковидла. И все, в общем, наконец-то у нас все начали открывать потихоньку. И вот вчера она закончилась, эта выставка. И я забрала все картины. И теперь я могу в ближайшее время, очень надеюсь, сделать видео про пастельную бумагу. Я хочу сделать видео про пастельную бумагу и показать работы, ну, каждой бумаге, которую я пробовала, показать работы, какие получились на этой бумаге. Потому что это, мне кажется, так очень наглядно будет, чем просто про бумагу рассказывать. Вот, спидпейнт я, конечно, там не смогу выложить, потому что иначе видео будет просто неразмерно большое. Но просто показать работы, я думаю, получится. Поэтому не убегайте, оставайтесь на связи. Скоро будет много всего интересного, тем более погода портится на улице, уже делать нечего. Пламерный сезон закрывается. И я все больше и больше буду проводить время здесь, дома. То есть, надеюсь, будем встречаться. Ну, кстати, на камере вроде тетечка очень даже ничего получилось. Только мне не нравится у нее нос. Мне здесь, блин, что-то не очень как-то получилось. Может, можно как-то все-таки поправить? Как-то немножечко это дело растушевать? Как-то прям вот очень здесь яркая получилась вот эта вот полоса. Сейчас. Ди мне взять, да, ё-моё. Ладно, сейчас. Придется еще сделать кое-что. Я уже, блин, палитру помыла, кисточку помыла. Вот такая, блин, лунная Маша все сложила. Ну, ну, все, наконец-то. Ну, что-то я вот как бы с чернилами пока не подружилась. Они мне очень нравятся. Мне интересно ими рисовать. Но у меня пока не очень получается. И не очень понимаю, как делать так, чтобы они растекались в сторону, какая мне нужна. С акварелью у меня получается бороться проще, чем вот с этим вот делом. Тяжело пока что. Может быть, еще научусь. Ну, особо этим я не занимаюсь, как бы очень сильно. У меня других дел полно. Но вот хотелось бы научиться. Очень мне это дело интересно. Ну, мне вот не нравится, что оно у меня такое получается. Ладно, ребята, вот, короче, что вышло, то вышло. Как бы ничего такого особенного. Но сейчас я немножечко тут распишусь. Вот. Что получилось, то получилось. Как бы использовала я, кроме вот этой кисточки, еще вот эту китайскую. И вот эту тоненькую. Это Котман двоечка. Потому что без этого было невозможно. Вот это слишком толстая кисть для такого формата. Конечно, вот такой вот хрень, какого-то, блин, кривоватого воробья, как тут вот нарисован на вот такую кривоватого воробья, можно без проблем такой кистью нарисовать. Но это не мой стиль вообще, как бы, да. И поэтому я рисовала, как всегда, портрет. Ну, вы меня знаете. Итак, это у нас тушь китайская. А нет, не китайская. Фу ты, блин. Итак, это у нас тушь сенелье. Энкредачины. Короче, китайская тушь написана. А-ля погода. А-ля погода. Короче, черная тушь. Ну, тушь такая прикольная, довольно-таки такая тёпленькая, как тушь и должна быть. Вот это какая-то вот такая вот золотая хрень. Не, не золотая, а купфер. Это этот медь. Типа медная. Что тут медного, я не знаю. Ну, ладно. Короче, у меня уже собирается набор вот таких каллиграфических штук. Что-то не закрывается, блин. Ё-моё, закрывайся уже. Так будет это. А, и в белых, совсем-совсем белых местах я использовала акрил. Академии Акрил. Это акриловые инки, я так понимаю, да? Или? Нет, Академии Акрил. Да, инк. Короче, акриловые чернила от шминки Академии. Вот. Ну, мне они, кстати, понравились. Они довольно-таки белые. Но они не очень хорошо разводятся. Они быстро засыхают, честно говоря. И вот в этом они мне не очень понравились. Ну, в принципе, вот очень даже неплохо сработало. Вот эта штука мне очень нравится. Сразу говорю, вот эта китайская кисточка, это прям вообще любовь с первого взгляда. Почему-то вот только у неё вот с этой стороны, а нет, уже расписалась. Смотрите, как здорово. Ух ты, и класс. А то она прям плохо так писала, я аж прям испугалась. Нет, она расписалась. Здорово. И с этой стороны классно, и с той стороны классно. Вот эта синяя тоже классная. Ну, я просто здесь её сначала не знала, куда применить. Потом вот волосы сделала. У неё она такая, теперь вся такая ведьминская стала. Вампиристая тётенька. Короче. Карандашом я делала наброски, честно, вот этим. Потому что он был в наборе. Ну, вот, как бы я добавила сюда ещё белый акрил, потому что вот эта ручка, она что-то очень плохо, или мне какая-то некачественная вот раз попалась, или чё, но она очень плохо ложилась на эти материалы сверху, хоть тресни. Кисточки я добавила две вот эти, потому что этой было невозможно обойтись. Ну, как бы вот оно всё, всё, что я сделала. Сейчас я это всё делаю. Сейчас я подпишусь, как всегда. Так. Сейчас. Вот туда вот эта ручка подпишусь, попробую. Сейчас посмотрим, как вот она рисует у меня, смотрите. Знаете, как она фигово рисует. То ли её надо сначала расписать, то ли чё. Не знаю, короче, какая-то фигня, честно говоря. Ну, как бы то ни было, я с вами прощаюсь. Здесь хотелось бы немножечко светлого добавить, но немножко не удалось. Здесь должно быть светлое. Ладно, как есть, так есть. Я с вами прощаюсь, друзья, до следующего видео. Надеюсь, оно будет скоро. Всех люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok